Труд облагораживает человека. Цитата русского литературного критика Белинского хорошо знакома студентам и школьникам областного центра. Этого принципа они придерживаются, доказывая не словом, а делом, что вносит свою лепту, пусть и небольшую, в сохранение чистоты и уюта родного города. Весна показывает, конечно, что необходимо уже прикладывать максимум усилий для того, чтобы сделать город краше, убрать то, что после зимы осталось. Очень много мусора, очень много снега в этом году, как никогда, поэтому это заставляет, конечно, более важными, большими усилиями вкладываться сегодня по наведению порядка на наших территориях. Не отстают и специалисты коммунальных служб, которые стоят на страже чистоты и порядка города круглогодично. Сейчас в их центре внимания уборка листьев, мусора и пескосоляных смесей, оставшихся после зимней расчистки дорожных артерий. Чтобы успеть выполнить широкий спектр работ, трудовые будни специалистов коммунальника начинаются с 6 утра. Много мусора было, мы первым делом убирали мусор. На данный момент мы очищаем проезжую часть от пескосоляной смеси, делаем город чище. Мы стараемся сделать все быстро, ну, сами видите, сколько песка, мусора, бычков, листьев, вот, выгребаем сразу. Стараемся максимально ускорить свою работу, чтобы сделать город чище. Не остаются без внимания и придомовые территории. Здесь лопатами, граблями и метлами орудуют специалисты жилищно-эксплуатационных служб. Снег сошел и обнажил то, что было скрыто от глаз. Теперь все недостатки как на ладони, их необходимо устранить. Это все способствует уборке, наведению порядка на придомовых территориях. У нас была запланирована уборка детской площадки, которую нам спонсоры подарили в прошлом году. И три дома запланировано было. Ну вот, убираем московское 336-3 и дробь 4. Параллельно московское 336-2. Официальный месячник по благоустройству в стране пока не объявлен. Но уже сейчас неравнодушные горожане могут присоединиться к акции во дворах, на улицах, в скверах и парках. Главное – желание.